Коль, ну, какой зубой, что у тебя есть? Что вас интересует, что на сердце лежит, давайте, я христианин, я буду отвечать согласно Слову Божию. Сразу-то ты не сообразишь, что... Ну, я хочу узнать, во-первых, самое главное, что меня больше интересует, это пока, как вы понимаете, глобализация. Это все последняя, можно сказать, подготовка к принятию Антихриста. Подвести всех под одну гребенку. Особенно это заметно, когда мы стоим на железнодорожном вокзале, и народ хлещет со всех сторон. Тут и мусульмане, тут и буддисты, тут и православные, и всех надо под одну гребенку. Вот это глобализация, то есть создать этот конгломерат под единой эгидой, чтобы снивелировать все и дальше наложить свою печать Антихриста. То есть приняли, чтобы его как всесветного, лучшего благодетеля мира. Вот мы едем сейчас, и Роснефть написано, заправка машины. Роснефть. Я говорю, а что вот это вот означает, там вот так вот стоят, которые, у них эмблема одна. Ну, это нефть идет. Я говорю, не нефть, это миноры еврейская, семисвечник. Посередке покрывшие семь, семисвечник. А что означает миноры? Миноры означает возгореться в третьем руссельском храме. Вот батюшка мне дальше говорит, вы как-то фотографию подписываете, какой-то подтекст. А без подтекста это сектанская глобля. Чистая, ни одной ветки нету. Подтекст и должен быть. Вот еврея не делает, да минора, догадайся, что минора. А дайте я сюда сяду, а вы там сядьте. Вот. Ну, а дальше? А дальше означает, она возгорается в третьем иерусалимском храме, где сейчас стоит иудейская мечеть. Она должна быть убрана. Так весь мусульманский мир поднимется. Евреев это меньше всего заботит. Они сделаются так, что никто ей не пошевелит хвостом. Америка поможет. Да. Мы знаем, согласно Слову Божию, что он сядет в храме, выдавая себя за Бога. Это второе послание фестовикистам, вторая глава, четвертый стих. Выдавая себя за Бога. Где сядет в храме, в каком мирусалимском. Но есть мнение, что венчать его будет православный патриарх. Как это может совместиться, не знаю, но я отвергаю. Это российский или иреческий? Никто не говорит. Это просто православный патриарх. Но к этому вплотную подошло. Об этом три разговора Владимира Сергеевича Соловьева. Он прямо на это указывает. В мире есть вещи невероятнейшие. О том, что иудеи ждали Христа 1600 лет. И каждый день приносили жертвы. Да какие жертвы, Соломон. Речь идет 120 тысяч баранов зарезать. Это сегодня какой мясокомбинат провернул бы такую работу? Стата какая. И каждый барашек указывал на Христа. А пришел, они его не приняли. Как же так-то? Готовились гости. Вот гость, представляю, дорогой гость. Готовились, готовились. Он пришел, они взяли его, убили гостя, который любят. Но тут еще, брат Игнатий, может это промысел божий, так? Я про это и говорю. Поступили что? Как если бы евреи приняли конец света, так было бы уже все. Промысел-то промысел, но удивительно. Пришел к своим и своим не приняли. Правильно, это да. Если он пришел к татарам, пришел к русским, которые ничего не знали, язычники когда были. Тут понятно, он пришел, другие обычаи вводит, ну мешает жить. Что интересно, в Англии решили сделать процесс. Вот взяли человека, ты Христос, и давай поступай как он. В конце выявили смертный приговор. Везде нарушают законы, не признают государственную конституцию. То есть по самой высшей мере и измена родине. Одно за другое все поставили в вину. Ну и сегодня мы его точно так же приговорили к смерти. Но мы-то начали о том, что что там будет, что значит глобализация. Глобальная, то есть это общее, все должно объединиться под одно. А будет ли это? Вот говорят, а мусульман 2,5 миллиарда. И как они? Не знаю как, но подадут к одному. Это общий план, план Божий. Мы его должны знать. Это в план Божий вписано. Сказать, там уже все разнаряжено, а теперь эта проекция, теневая сторона идет на землю. Приближается ближе, ближе и наложилось. Мы должны только согласиться. А не так, я буду против, я не согласен с евреями. От этого ничего не изменится. Потому что все уже у Бога распланировано. Ну и Господь же вписание говорит, да не поднимись в твое обдесницу. Спасибо. Либо все по воле Божьей идет. Да, это не так написано. Это Игнатий Мичининов по воле Божьим этого нет. А написано, он говорит, не по мысли, немощной рукой остановись, тебя просто сметет. Господь управляет и злом, и добро. Поэтому нам тут уже. Наша задача, здесь на земле у Бога подобиться. Своё припадет к своему. А как это, это ежедневное стремление к тому, что предсказал Серафим Саровский. Он сказал одну такую фразу, которая включает в себя буквально все учения православия. Стижание Духа Святого. Три слова. Вот всю жизнь посвятить надо, а то что это смирение, кротос, воздержание, посты, молитвы. И Дух Божий все более и более объемный человека. Стижание Духа Святого. Все более и более просвещается разум. Все более нежным делается отношение. Все более грозными обличения. То есть все, что было в пророках, было в апостолах, в человека все входит. Мы ежедневно должны преображаться в это. Мне не нравится что-то. Но я должен узнать волю Божию. Стоит ли мне в это дело как-то войти, применить свои знания или отвечать? Что отвечать я знаю, но стоит ли? Я в другой раз проигрываю программу не за 2-3, а за 5 больше ходов вперед. Я ему отвечу так, а он может так, так и так. Дальше я могу так, до лучшего сдержаться не говорить. Это как в шахматной игре. Можешь сразу получить мат. А это в полном случае матом может пообложить тебя и все. Леонид Тихонович, вот можно я задам вопрос. Вот в отношении монашества у вас такое особое мнение, хотя я его разделяю. Ну вот как вы находите все-таки монашество? Полезно ли оно вообще, вот особенно для современных христиан? Что оно дает нам? В том виде, в каком оно есть. Ну естественно, в каком оно, да. В идеале монашество нужно, необходимо. Чем оно должно заниматься? Оно должно подготавливать проповедников, которые ничем не связаны. И докармливать, допаивать тех, которые одинокие священники были, никого-никого нет, все примерли. Вот его назначение. Идти на благовестие, а не в том, чтобы собрать лучшие силы, ревностных, и за стенами их замуровать, а не уходили в песок, не давая потомства. Мусульманство, возникновение его на совести монашества. Это все. У меня есть одно такое выражение, которое я докажу в течение нескольких минут. Монашество в том виде, в котором оно есть, повторяю, принесло зло. Больше, чем коммунисты, фашисты, масоны вместе взятые. Сотню раз. Потому что не проповедовали, потому что уходили. Мона, значит, один. Христос нигде не говорил мона, а говорил идите в мир. Это означает, что это общая объемлющая любовь. А здесь так, ушел, лапки где-то плетет, ему приносят сухарики, на сосну повесили. Узнал, народ идет, он еще глубже пошел. Это антихристианское учение. Учение Христа такое, идите по всему миру. Вот Христос исцелил бесноватого. И он стал просить, а Господь говорит, иди и возвеси, что сотворил Господь. Иди и проповедуй. Он весь сказ, он его даже не взял с собой на проповедь, Христос. Зачем? Надо распространять. И посылает учеников по два, по всему миру. Идите, летите, благовествуйте. А монашество как? Искало умных, сильных, крепких, здоровых. И запечатывал их. Это совершенно антихристианское учение. Монашество это был вызов миру в свое время. Что? Церковь была обмерщена. Откуда? Павла Фибейского. А дальше Антоний Великий, уже дальше пошло. Дальше все наворачивали, наворачивали. Разные правила Венедикта, правила Пахомия. Я все правила эти изучал, монашеские. И у меня 7-8 дом посвящены. Я Жития Святых начитывал. 12 томов Демитрия Рассовского. Потом симфонию составил на них. Потом каталоги. В общей сложности я примерно 10 раз его прошел. И сегодня мы по житьям как раз и говорили. Но без монашества тоже ж нельзя. Монашество сделало шаг в обратном направлении. Не зная праведности Божией, они решили своей праведностью возвыситься. Апостол Павел к римлянам пишет это. С своей праведностью. Ты постишься сколько? А я 10 дней не ел, а я 20, а ты 30, а поисе 70 дней не ел. Ну вот рекорды ставят. А ты сколько не спал? Я трое суток, а я трое с половиной больше не мог. Себя за бороду привязал, чуть борода не оторвалась. А то они рассуждают. Камень привязали, нитку пережжет, булькнет, я пробужусь. То есть они экспериментировали, что хотели. Но мы знаем, что и хорошие были монахи. Хорошие только те, которые шли за Христом. Я всех признаю хорошими. Как говорят, из них только гвозди делать было. Им цены нету. Но все вопреки воле Божией. Воля Божия та, чтобы ни один не погиб. Чтобы вышли по миру, благовествовали, искали их. Что-то непонятно. И вы как сейчас думаете, считаете, что у монахи нельзя идти? В то, которое сейчас есть, нельзя. Которое сейчас есть. А если идти, то только так. Я согласен. Никаких обетов не надо. Зачем обеты? Вот правильно было у Елисаветы, сестры царицы. Она как, у ее братца была, Марфа Мариинская, обитель где-то. Они сестры служили, но обетами не были связаны. Она ухаживает за больным. Ну и понравились друг другу. Она приходит, матушка, до того мне Семен понравился, такой хороший. Ну, дорогая сестра, иди, выходи замуж. Вот это то, что надо. Чтобы не накладывали узы. Вот у Елисаветы. У меня и так было. А у Марфа Мариинская, она могла сестеру отдавать замуж. Да, могла отдавать, и все нормально. Полюбила, ухаживала за больным солдатом, и все. Это ее право. А тут связали. Он понял, я обед дал, что я наделал. Вот у меня знакомый один. Ну, замечательный. Отец у него священник. Отец священник. У него голос такой. Ну, посматривался, девчонка-то такая незнарочная. Она ему отказала. А он уже, ему надо диаконом быть. И он в отместку взял, принял монашеский чин. В отместку больше ни зачем. А сам видный, статный такой. И что, крушение. Дальше приезжает ко мне, что делать? Я нашел девушку, хочу жениться. Я говорю, я против обедов. Никаких не надо. Но ты дал уже. Это никто не... Как он дал? Епископ постригал. Это уже все. Ничего я не могу сделать. Отойди от меня. Ты должен выполнить это. Потому что обед дан, и все. Лучше бы не давать. Ты дар, молодец. Я против этих обедов. Но когда он дан, ничего. Да, понятно. За него отвечать надо. За него отвечать надо. Да. И он что сделал? Женился. Пошел, закончил консерваторию. У него такой бас. Его берет белорусский театр. И пишет необыкновенный голос. Петр Толстенко. Я видел, как он Арию и Игоря исполняет. В интернете стоит. А далее я встречаюсь с ним. Так просто не остается. Он потерял веру полностью. Я никакого Бога не признаю. Вот и все. Счастливый, гордый. Я уже не исследую все. Я пытался и с ним говорить. А он такой себя там... Я бы знаешь, это катастрофа. И это смерть духовная. Он даже слушать не хотел. Встал и ушел. Ну возлюбил славу человеческую. Больше славу Богу. Ну все-то так. Но кто-то же подтолкнул это. Рома к Ваню. Ну конечно. Без этого не бывает. А епископ? А он такой крутой. Тот начал что-то в алтаре. Один подошел к нему. А ты так к дьяхонам Бейла и теперь останешься. Он недолго думает, как замазал ему там в алтаре. Ну и все. Архиерея его под запрет. Я с ним встречаюсь. Я говорю, ты кого руку полагал? Зачем ты это делал? Да как он сказали? Я говорю, я рядом живу. Ты знаешь, что ты тот человек у меня в лагере был ребенком. Я тебе рассказал его биографию. Я ему от лагеря отказал. У него такие замашки. А теперь что? Теперь епископ молчает. А то я тебе заеду. Вот и все. А он такой, что одним ударом, говорится, четверых положит. Монашество в том виде, какое есть, не только не нужно, оно ослабило государство. Гангский собор правило за правилом врубает. Одно за другим. Всякий, кто будет оставлять жену, мужа ради того подвижничества под клятвую, то есть под проклятие. Кто оставляет детей ради подвижничества под клятвую. Кто оставляет родителей без присмотра под клятвую. Почему? Государство стало разваливаться. По 50 тысяч монахов в монастыре. Это вообразить даже невозможно. 50 тысяч, это огромное село. Говорит, гражданских было меньше, чем монахов. Во-первых, работают, здоровые, крепкие, у них все есть. Помогают, но на проповедь ни один не идет. А представь, если бы они пошли на благовестие с 4-го хотя бы века, а Магомед Мухаммад умер в 632 году, да они бы пустыню зажгли, всю песок горел. Ни одного, как пишет Андрей Кураев, ни одного за 6 столетий не послали. И встретились только на полях сражения. Аналоги с них брали. Вот она, Византия окаянная. А теперь только одно. Служба, служба, служба. Геннадий Тихович, вопрос можно я еще задам? Как вы относитесь к мироточению? Сейчас чуть поубавилось, но все равно мироточением, святым мощам. Как? Нужны, вот привозили поезд Престой Богородицы в Москву. Ну что вы скажете? Я не хочу. Еще начать, с поезда или с мощей? Ну по порядку. С поезда, потом мощи, мироточение. Патриарх Кирилл говорит, вот за такое время, там 3 месяца, что ли, поезд был. Это какая же вера? Тут 3,5 миллиона было людей. Я вопрос задаю это в интернете. Патриарх ли это говорит? Это не может быть, что патриарх. Это как раз показывает неверие человека. В первую очередь, нет ни одного процента доказательства, что поезд ей принадлежит. Ни одного процента нет. То есть вы даже сомневаетесь, что это Божья Матерь и поезд? Поезд, сомневаться не надо даже. Что тут сомневаться-то? Пусть они доказывают. Никаких доказательств нет. Дальше. Ну пришел, отстоял, я 18 часов стоял. Дальше это что? Да за 18 часов ты бы Евангелие прослушала полностью. И деяния, и послания. Полностью Новый Завет в 16 часов, все-таки. Полностью. А она 18 торчала, не знает зачем. Брат Игнатий, ну вот, а как же тогда Господь сказал, если кто не будет, как уподобиться дитю, не войдет в Солица Небесная. Если поезд даже и фальшивый, пусть будет, но мы как дети 18 часов ждали. Зачем? А вы все, зачем? Как? Ну мы как дети. Если бы я был взрослый, я не пойду я. Мне святость не нужна. Святость я на комнате. Не понимаю, зачем? Что там хотели взять-то? Отполься? Нет, преклониться. Поклониться? Конечно. Больше нечем уклониться? Почему? Я иду, например, Господи, Солица Небесная, если будет воля Твоя, не сселить меня, оставь мне болезнь. Вот с такими словами посселить. У католиков этих реликвий тысячу раз больше. Они все подобрали. И дом, где жила Богородица с фундаментом перетащили. Палермо. Езжай туда, все тут с одним поясом. Там дом посидишь. Можно ничего не иметь, но иметь святость тоже, я понимаю. Христос не велел этого делать. Он говорит, ищет поклонников в духе и в истине. Они в поясах. Но он же сам дал икону. Как же ему не можно поклоняться? Теперь об иконах. О мироточении. Замучились с этим. Раньше говорили, вот смотрите, зарубежная церковь, там еврейская икона, мироточит. Это доказательство, что у нас благодати, у патриархии нет. Замироточили иконы. Спроси у Юрасова, сколько икон мироточит. Речь идет сегодня уже о десятках, если не сотнях тысяч. При подъезде к их дому, там, где живет какая-то Параскева, иконы, все на бумаге, все мироточат, полная сумка мира. Там бочками тащат. И что? Комиссию назначили. Во главе Архимандрид Иоанна Каномцев от патриарха. У меня в книгах полностью приведено. И он говорит, не нечистая ли сила смеется над нами, чтобы мы крутили мозгами и делали, что не положено. То есть, председатель комиссии, там, Павел Флоренский, он доктор биологических наук, все православные. Вывод один. Не надо этого ничего. Ну, а если у вас бы стало мироточить? Не знаю. Чего она будет мироточить? Ну что, и мощи не нужны, и святые-то ваши. Мощи все нужно с честью, с подобающим, захоронить и на этом закончить. Что, не нужны мощи? Не нужны. Почему? Абсолютно не нужны. На это прямое указание Божие. Это богохульство настоящее сегодня идет по всей стране. Режут, на дом пришли, а у меня мощи, я говорю, а сколько? До 136. Отсех где-то ущипнул. Тогда мощи Серафьева-Саровска закопали. Захоронить. Не захоронить, но же с честью. Почему? Бог повелел. Другое дело я говорю. Откуда известно? И Слово Боже. Ну, там же исцеляются люди сейчас. Исцеляются мусульман. Аби Али стоит, и колонива кланяются, и тут же исцеляются. Посмотри, что делают у католиков. Костыри бросают, встают и идут. Я смотрю, Иоанна Каштавского читаю, и подошла мусульманка, показывает на грудь по-своему, что в ней рак. А Иоанн Корсидин говорит, давай ты своему, я своему молимся. И она тут же исцелилась. У католиков исцеляется в сотни раз больше, чем у нас. А у сектантов, посмотри, когда приходят, всю жизнь она на коляске была, и тут же осталась с коляске и пошла. Если бы они исцелялись, они, конечно, всего твердую веру были. Исцеляются. Они уже сомневаются. Исцеляются по следующей день. Исцеляются у мусульман, у кришнаитов, у кого угодно исцеляются. Это не определение веры, где исцеляется там вера. Вера там, где Бог. Теперь о мощах закончился. Господь говорит, прах ты и в прах возвратишься. Вам не понятно, что такое прах? Это тонкий слой пыли. Я взял эту пыль, дунул, будешь человеком. И опять возвратишься в прах. Все кончилось. А тут границу какой-то провели. Нетленные мощи. Нетленные. На Афоне, наоборот, только тленные. Если нетленные, это безбожник. Его снова зарывают. До трех раз. А после этого бросают в море. Никому этот труп не нужен. Вот на работе мы работаем. Одно награждают, а другой пришел молодой, смотрит на него и начал хорошо работать. А нам Господь дает святость, что мы, глядя, что он заработал, Серафим Саровский, и мощи нетленные, надо шеме подвигаться. Вы верите, что мощи, которые здесь встречают, это мощи Серафима? Ну, в данный момент, да. Ну, да. Я прилаживался к ним. На это нет, даже еще миллионы долек процента, нет доказательства, что где нашли, сколько у советской власти лежали, они вытащили весь этот ажиотаж на пустом месте, на безгерии. Вы читали? Этого ничего не надо. Понимаете, нас заклевали со всех сторон, как трупопоклонники. Я немножко не даю. Вы вопрос задали? Я вам задаю. Что такое мощи? Мощи это труп. Ой, а как это ты мог сказать труп? Вам не нравится слово труп? А Господь говорит, где труп соберутся орлы, трупом назван он сам. А тут мощь уже трупом не называется. Это труп? Умер человек труп? Трупопоклонники. Бога не знают. Нас долбят со всех сторон, и вы как будто не видите. А как вообще эту фразу правильно сталковать? Где труп, там соберутся. Это означает, где распятый Христос явится, туда верующие, как орлы, поднимутся навстречу на облака. Господь это труп, а все остальные орлы это все цветы. Да, все цветы. Ваши на фитилах такой. О самом себе. О себе говорит, да. Труп означает воззрять на того, которого пронзили. Руки и ноги пронзенные. Он явится в этом виде. Помах, простые перст твои. Мощи все доедино, из антиеминцев, везде все собрать. Соответствующие песнопения, фимиам, колокола, все собрать и похоронить. И отстать от этого. Ну, там, смотрю, в Греции тоже началось, так как вы говорите, они уже отпали от веры почти. Так, я вопрос задавал? Я его ответил. Все. Спорит тот, кто ничего не знает. А кто знает, он возвещает истину. Я вам возвестил, мне больше ничего не надо. Вы не поверили. Оставайтесь трупом. Я с живым Христом буду. Я молюсь. А как вы понимаете, вот будете с 1 января следующего года давать УЭК-карту? Ну? Как вы относитесь к ней? Именно, что за карта? Поясните, не знаю. Универсальная электронная карта. За место паспорта нового. Место паспорта. Да. Пока разговор идет, не могу об этом говорить. Никакого значения не придаю, кроме паспорта. Я пошел получать паспорт. Вы новый паспорт видели? Нет, я не получил. У меня старый. У вас старый. У меня паспорт. Вот я сейчас покажу вам. Это я шил, чтобы не выпадывало. Старые люди, они... Видишь, как? Это дождь, когда пойдет, не замуж. Как надо дорожить паспортом? Вот документ, правильно. Это документ. Вот здесь вот 28 таможен пройдено. Можно глянуть? Да. Вот посмотрите. Это крестьянский, да? Вот. Я получил это заграничный паспорт. Вот это вот биометрические данные заложены здесь. Вот мы сейчас подходим на табожье, а у него там глазок такой, так, внимательно смотрите в глазок, он смотрит радужную оболочку, совпадение. Он только подошел, а я заглянул, его 10 фотографий перед ним. Его. Как он наклонялся, как поворачивался, 10 фотографий мгновенно отпечатались. И он тогда смотрит так. Так, внимание, смотрите. Радужная оболочка глаза. Посмотрел все, это я. А ну. У меня нет радужной оболочки глаза. А? У меня в паспорте нет радужной оболочки глаза. А, у тебя нет, у меня есть, я про свою говорю. И там не имеется, там просто снимок. Он встречает снимок. Сосед голубей держит, наверное, голые поднялись. Сколько у вас тут печати-то? А вот она, главное, вот она, Гошингенская зона. Вот она. Из нее мы вылетели, не заметили. А дальше вот это Украина, Белоруссия, все остальное. Ну, Гошингенская зона вышел ННН. Так. Смотрите, и говорят, ой, это печать Антихриста. Это вот он, что получил паспорт. Я тогда встал, говорю, а что, какое печать Антихриста? Кто там говорил, я к нему обращаюсь конкретно. Ну, это вот то-то. А как определить, получил или не получил? Не знаю. Я говорю, Ферн Сирин говорит, для того поставлено, чтобы не мог совершить честный и жертворящий крест. Смотри на меня. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного, я совершаю. И что дальше? Ну, что дальше? Ну, тогда я не знаю. А не знаешь, как ты можешь говорить? Печать Антихриста. Печать может быть тогда, когда Антихрист придет. А он еще не пришел, уже от печати ходит. Но мы же не видим, что принял Господь этот крест или нет. А? Как доказать, что принял этот Господь или крест? Мы можем вдвоем перекреститься, а одного из нас не приметь. Ну, будем так гадать, вообще веры нет. А я причащаюсь, а теперь примет, не примет. Так мы же не знаем, принимают причастие или нет. Принимают. Во время причастия, а Бог принимает. Внутренний наш дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. Внутренний наш дух, говорит, свидетельствует. Никто не знает, что человек, кроме духа человеческого, живущего в нем. Поверь, ваше да будет вам. А ты говоришь, а я не верю, не верю в своем погибнете. Я верю, верой моей я спасаюсь. Я верю, что он благодатный. Но баптисты говорят тоже, мы святые, мы спасемся. Ну, пускай говорят. А я говорю, я грешный, и не знаю, спасусь или нет. Баптисты хорошие люди. Вы баптисты сказали? Да. Они лучше нас, они не пьют, не курят, но у них одно большое, но, почему я не баптист, у них нет священства. А кто хвалит чужую жену, хает свою? Нет, смотрите, теперь, если нет священства, значит, нет и таинства, все остальное. Его дела мы должны признать. Ничего хорошего баптистам нет, ничего там. У них все. Они шлют и не курят, но это еще не все. Не все? Да. Они Евангелие знают, любят Слово Божие все. Они трактуют от своей ума. А умы поврежденные, как я могу трактовать? Вы с ними хорошо знакомы? Знаком. Знакомы. Вот если вы с ними знакомы, то вы должны узнать, что у них до крещения не допустят ни одного православного, если он не будет знать Евангелие. У нас подряд всех штабуют. В каком году они вообще появились? Откуда появились? В каком году? В 1609-м. Первый баптист Джон Смит, а в 1639-м в Англии, в Роджерсе, первая баптистская община. Откуда они произошли? Из какого раскола? Из какого раскола они произошли? В 154-м году. В 154-м году, когда эти ты... Католики. Католики. Они распали на 8 больших ерестей и 24 маленьких. И один из них баптисты. Это высшая англиканская церковь. Все, я тоже читал. Да нет. Это не так. Вот там и баптисты были. Там и баптисты были. Но хвалить нельзя. Баптисты хвалить нельзя. Кто хвалит чужую веру, хает свою. Не верю. Их жизнь. Не надо жизнь. Как человек неверующий, он в ноль верит. Скажите, вы в воскресенье работаете? Я вообще на пенсии не работаю. А работали? Работал. Ни одного адвентиста 7 дня вы не найдете во всем мире, чтобы они за 100 лет хотя бы один работал. Но это же не все. Конечно, не все. Но поучиться надо везде. Вот скажите. Ради на этом мы определяем? Не определяем. Первое. Я адвентистка сказал, все, на этом закончено. У батюшки приходят в храм. Я стою сзади. У меня заснято, как у него в храме идут. Идут полураздетые, как угодно заходят люди. Торговля идет. Торговля идет по полной программе. Заходит женщина в грюках. Он не видит, он ее не знает даже. Заходят девчата молодые. Про этих и говорить не надо. А дальше начинает. В восьмом классе из его прихожанок уже найти, чтобы она была девушка. Уже один из запросов. Мусульмане сами ли одеть? Вот мы сейчас ездили, видели, какой надет у них хиджап, какое благообразие. Стоят какие платья у них где-то. Я говорю, а какой процент у вас девственности? Говорят, 100%. Ему никогда даже во сне это не снилось. Почему? Доброе не взять. Выступает не кто-то, а отец Дмитрий Смирнов по военным структурам, правая рука патриарха Кирилла. И он говорит, вот проповедь я его прямо полностью произвожу. Как оно было? Он в храме стоит и говорит, все это заснято. Дорогие братья, сестры, там все это сказал. Вот подходит ко мне одна наша сестра и говорит, батюшка, можно вопрос задать? А знаете, такой вопрос зададут в другой раз, что не знает, что ответить. Я говорю, давай. И она говорит, батюшка, когда я иду в храм, я на остановке поднимаю руку. Если едет мусульманин, он остановится, возьмет меня и довезет к храму. Я ему расчет, он не берет. Матюшка, как я буду брать тебя, ты мне мать годишься, и ты едешь Богу молиться, я не могу брать. Но если везет православный, он обязательно свои деньги возьмет. Это моя работа. Мусульмане ближе ко Христу, чем наши крещеные, но не договариваются, такими он их сделал. А вот, значит, поняли смысл? Понял. Это говорит в храме в центре Москвы православный священник, и он прав. Поэтому будущее за мусульманами. И дальше говорит, вот сейчас молились, 120 тысяч мусульман, мужчин одновременно вышли на улицы, вот встали. Где это? В Москве. В Москве. В Москве. И все это сфотографировано. А теперь говорят, да это неправда, 120. Полтора миллиона. Сегодня в этой милиции охраняют. Русским ход полностью закрыт, они не могут не пройти. Полностью от стенки до стенки, один к одному. И он говорит, где вы видели, чтобы у нас 20 мужиков зашло, а не бабы. Не женщины, а бабы. Это говорит священник на весь мир, известный в храме. Он говорит правду. Так вот, встречаются два мусульманина, и священнику говорят, святого отца, скажи мне, вот у вас, говорит, меняются каждый раз священники, их ненавидят, даже избивают, меняют часто. А вот нашего имама поставят, и он стоит до смерти. А он говорит, у вас есть молитва отче наш, она чем нам нужна? А он говорит, а у нас есть, а там есть такое, избавь от искушения. А у вас никто не искушает. У вас только один бес охраняет всех, а нас тысячи бесов накажут священника, за ним следят. Поэтому, примите веру нашу, и будьте вашу искушать. Так, теперь скажите, какое отношение в этом ответе имеет, что тут меняют, а у нас не меняют? Он на это просто не ответил. Потому что русский человек, он до того может пасть, низко, до самого ада, и подняться выше. Да, у нас брюка ходит, но если она уверует, то 30 тысяч мультсельман одной не будет стоить. Русский человек, это такая вера, поэтому Господь и взял наш Третий Рим. Да, он видит, что несправедливо, но он ждет от нас покаяния. И мы придем, как евреи придут, и мы придем, и покажем, насколько, а мусульмане не надо хвалить. Как евреи что? Теперь смотрите, я сказал, доброе взять бактисты, не надо, адвентисты не надо, мусульмане не надо, поэтому у нас ничего и нету. Мы на помойке мира сброшенные, нас все ненавидят, потому что мы отбросы общества, где русский человек одна скверна от него идет, мы поднимемся с колен. Кому мы нужны такие? Мы ни от чего не воздерживаемся. Одно пьянство, блуд и свинина, больше ничего. Ничего, ничего. Господь это ждет, принесем покаяние. Нету покаяния, и не предвидится. А если это Третий Рим, ну это Епифаний Славинецкий сказал, тогда мы должны знать, с чем он кончится. 17-18 глава Отправения Анна Богослова. Дым пожаришь и сожаление о блуднице, где написано тайно. Другого нет. Блудница это еще не Россия, это Римская империя, или Америка, или Англия, что-то из... Это Москва. Москва, дорогой. Москва провалится, но Москва это еще не Россия. Что это такое? Это не Россия. А что это такое? Москва, это там они собрались, например, вот как в Итанде Титаника, знаете, когда собрал Господь всех. И вот фильм есть такой, а сейчас вот переделали его на новый. Я видел фильм еще в 60-70-х годах. И вот там начинается фильм. Здравствуйте. Бабушка подходит с крестом, покаетесь, это у них тонет. Бабуля, отойди, корабль непотопляемый. То есть Господь всех собрал толстосумов, чтобы наказать, образумить. Они говорят, баба, отойди. А вот уже переделали, уже бабушки нет, убрали. А тогда первый фильм, быть бабушка с крестом, говорит, покаетесь, потонет корабль. Они говорят, нет, гордыня. Ну, это режиссер так поставил. что мы с огнем сгорим все, то Господь сказал, первый потоп, второй будет огнем уничтожен. Но, опять, если найдется нас пять человек, истинно русских, правильных, спасем Россию. Пять не поможет. Ну как? Моисей спрашивал, а если тут, ну, десять, он говорит, если десять, то страшно. А он говорит, и десять. Но у нас больше. Больше десяти. Но это на город. Вспоминуйте Господь город. Это на город. Вы здесь много переборщаете. Нет этого. Есть такие молитвники, что и один может спасти город. Никого не спасет. Написано, всякий ответит за себя. Такого нигде нет. Если один раз это событие было, то сегодня с тысячу раз Лотова жена оборачивается, и она с ряным столбом не делается. Просто помните жилу, не оборачивайтесь назад. А что здесь праведник, и кого-то спасут, он сам себя спасти человек не может. Вера у человека сегодня очень-очень мало совсем. Нам нужно доброму учиться везде. Идти от двери к двери. Идти по всему миру, благовествовать, нести слово Евангелие. Люди православную веру не знают. Знают только вот то, что деньги, деньги, деньги. Точно сегодня, отец Иоанн рассказывал. Налагай 10-15 тысяч. Есть бабушка, которая прожила и знала «Отче наш» и спаслась. Царство Небесное вошло. Какая бабушка? Ну вообще, вот я говорю, есть старушка, которая знала только «Отче наш». Откуда мы знаем, что она вошла-то? Вопрос. Как? Она приходила, приходила, Господь ее. Откуда мы знаем-то? Она спаслась. Без веры во Христа никто не спасет. «Отче наш» это как заклинание люди считают сегодня. Это ответ у вас как у баптистов. «Покажи, покажи, покажи». Ну да. А мы должны принять как дитя принять. Никак. Как дитя принять. Слушайте внимательно. Написано так. «Покажи мне веру свою без дел твоих, а я покажу тебе веру из дел моих». Кто это говорит? Я. Новый Завет. А то как покажи? Это Слово Божие говорит. Не всякому слову верьте. Мы должны иметь четкие, ясные ориентиры. Стоит ли этому верить? А так любой беззаконник, любой еретик может сказать. Мы говорим, доброе везде есть, его надо к себе взять. Вот посмотрели, как работают люди, даже на стройке. Я вот был в Америке. Я сразу к себе перенял. Я посмотрел, как воспитывают маленьких детей, допустим, в Австралии. Я поглядел на это, внимательно, только не так, не годится. Ко мне приезжает из замгли, директора института, в лагерь, я начальник детского лагеря. И они все записывают, как идет воспитание детей. Это старший воспитатель. 15 лет работают бесплатно. Мы без помощи государства, 40 лет, тысячи детей побыли. Как это так? А вот это надо увидеть. Живут профессора психологии, исследуют и находят главный движитель, тире, любовь. Все начинается с раннего вставания. В 5 часов утра в лагере на ногах. Помолились. Гимнастика. Искупались. Поработали. Завтрак. Молитва. Все время молитва перемежается. После обеда готовимся к концерту. В пятницу костер картошка. Батюшка приезжает, в лагере освещает. Причастие. Все. Каждый ребенок должен все время чувствовать, что он нужен Богу. Он ценен, потому что за него Христос умер. А она знала Отче наш и спаслась. Во-первых, Отче наш, чтобы понимать, надо жить для отца. Она безграмотная бабушка. Она не грамотная. Она писать не может, читать не может. Вот смотрите, мне пишет одна, узнала мой адрес, Иеговиска, свидетель Иегова. Ей 84 года. В Белоруссии где-то. У ней вторая группа по зрению. И она пишет мне письмо, и в одном письме 70, кажется, три раза или четыре приводит местописание с указанием с выпиской. Да у нас ни одна бабка не напишет одного предложения. Только одно, чем я болею, куда дочь уехала. А она первый раз мне пишет. И пишет о своей биографии. Я, говорит, приходила к батюшке, у нас отец Андроник. Я говорила, батюшка, мне так охота Евангелие знать. Зачем тебе Евдокия? Ты в храм ходишь, хожу. Ну ты молишься, причащаешься, да. Ну зачем тебе это надо? А я так хотела знать. Прошел год, я считаю, не понимаю. Опять подошла батюшка, отец Андроник. Ну как бы мне Евангелие знать? Он меня, говорит, отругал и сказал, больше не приходи с этим. Ты как еретичка какая. Евангелие, это баптисты с Библией носятся. И вдруг звонок. Две девушки стоят и говорят, а вы хотели бы Библию изучать? Проходите. Она не знала, что это свидетель Евгелия. Все. Иконы сожгла, выбросила. Иоанн Заталус говорит, если одна душа погибнет по твоей небрежности, о священник, тебе всей жизни не хватит рассчитаться. Их миллионы гибнет сегодня, никто не учит. На 85% баптисты это бывшие православные, потому что не учили. А учи наши знаем, мощи нагляделось и все. Мощи захоронить, идти на благовестие, жить свято. Наши правила православные позволяют нам на земле выполнить все, что святые отцы заповедовали. Посмотришь, только пост начинается, батюшка гастрит, батюшка болит, а батюшка стоит, расхорохорился, благословляет. Кого ты благословляешь? Каноны запрещают кушать, молостное. Единственное, что священник может дать, это растительное масло, разрешить, и вино, больше ничего нету. Даже для роженицы. Нет, но есть же тяжелые работы, как в шахте, например. И то что? В шахту, например. Там нет кислорода. Ну нет кислорода, что рыбу можно есть? Рыбу разрешается. Не разрешается. Например, у горячей сетки. Ну что, Господь такой, чтобы ты развалился. Да не Господь, Господь. Нет, оно не нужно ему. Надо же по правилам подходить. Какие правила, когда каноны есть? Вот и православие наше. А так, чтобы ты умертвил себе? Нет. Да нет такого. Я сижу в тюрьме. Мне крошку только дают. Но я ни разу не нарушил пост. Ни разу. Ни в одной тюрьме. В пяти тюрьмах было, за слово Божие. В армии я. После операции в больнице я ни разу пост не нарушил. Почему? Бог сказал. Я не могу нарушить. Они подошли. Вот принесли, а что, манная? На молоке? Я говорю, у нас не положено. А что, тебя отдельно готовить будем? Зачем я не прошу? А как вы будете? Да никак. До рождества пять дней осталось. Я там довяжу. Они забегали, все приготовили, на воде картошки принесли. Надо верить. А мы едем в вагоне, и у меня было свидетельство такое. Они говорят, а у нас вчера батюшки два сидели. Говорят, они пили, гуляли, молостные. Великий пост. А мне пришлось четыре часа проповедовать в ресторане, в вагоне. Они не знают, как отблагодарить. Я говорю, картошка такая, чтобы сырье было, едва проталкивалось, нечищенная. Так они мне вот так на подносе, как донайские дары, по вагону несли. Надо верить. Никакая шахта, никакие студенты не разрешают. Говорят, а мы паломники. Или воевали. Воевать пошли. Это у мусульман в Коране записано. Все собрали для утроба. Нужно решительно отрезать. У нас каноны, мы православные. Вера я святую, соборную, апостольскую церковь. Не по выдумкам. А я работаю в шахте. Ну и что? Апостолы врушают, уйди из шахты, не работай. Я горящий в сет. Сейчас найти работу трудно, чтобы уйти. Нет, это рассуждение чисто человеческое лукавство. Бог сказал, и на этом все закончилось. Мы православные. Слово православие включает все каноны. Все. Я всех принял. сегодня у нас православных 719 действующих правил. Это 7 вселенских 9 правил. Из них 413 нарушается каждый день. Я три года отдал этому исследованию. Какое это спасение? Мы не православные никакие. Мы просто так проходимся. Православие, значит, я люблю все, что заповедали каноны. Их бы спастись. Их бы спастись. А сегодня каждый счет вздумает, то и ворочает. Хорошее нужно брать и видеть везде. Слово Божие говорит так. Посмотрите, Господь говорит, на язычников. Делает ли оно то, что вы делаете? Мне на ум не приходило, что вы делаете? Бог говорит, Богу на ум не приходило. Но мы знаем, где святость, там искушение. Где нет, там искушения нет. Искушение всюду, везде есть. Что без искушения этого нету нигде. Например, на одно миряние только два беса, а на священника сто бесов. Два-три это нигде нет. Вы много говорите, чего нет. Евангелия этого нет. Все под искушением. Все. Ну, смотрите, чтобы вам было понятно. Царь Ахаб готовится на войну. Израильский. Ну, на войну-то, на войну, а охота бы знать, какой исход сражения будет. И вот приходит его друг, это иудейский царь. И вот они теперь вдвоем, Ясапат. Ясапат говорит, у тебя есть кто-нибудь, кто пророчествует? Он говорит, есть. Призвал их, и все пророчествуют. Иди на Армавову галацкий, победа будет полная. Он говорит, а еще есть? Он говорит, один есть, я не люблю его. Он говорит, обо мне хорошо не говорит. Он не сказал, что правды не говорит. Он говорит, не надо так. Ну, ты позови его. И вот посыльный бежит, ну, архиерейский там, секретарь. Прибежал, Михей. Все пророчествуют победу. Говори, как все. Ну, понимаешь, праздник, торжество, день победы. Жив Господь, Бог Израилев. Скажу то, что Он повелит мне. Под язык ко мне то будет. Ну, скажи, идти на войну или нет? А Он отвечает, вижу на холмах рассеянные овцы и нет у них пастыря. Он отвечает, это не по вопросу. А царь так и схватился. Я говорил, он никогда хорошо не говорит. А это означает, что ты не царь. Овцы твои рассеялись повсюду. Посадите его тут же арестовать. Хлеба, воды давайте больше. Он говорит, ты не вернешься с фронта. Уже псы языки вытащили, чтобы тебе лизать кровь твою. И так и будет. А Нон испугался и сказал, ты в царской форме будь, а я переоденусь под солдата, под ефретора. А тот царь уже дал указание, ни с кем не воевать, только против этого. Ну и когда кинулись, увидели него, он отвернулся. И один случайно, случайно натянул стрелу. Царь в это время случайно наклонился и стрела вошла прямо в шов. Между лад. А понимаешь, это не случайно. И уже к вечеру он был мертвый, и псы лизали все как положено и блудницы омывали. То, что пророк Илья предсказал. Вот и все. Пророчествуют все до одного. А при том, как пророчествуют? Пророчествуют во имя Бога Всемогущего. А он говорит, а я видел, у Бога был совет. И Бог говорил, как бы его увлечь царя беззаконного, искусить. И вот говорит, советуют так, и один дух вышел и Бог выговорит, а я сделаю с духом лживым и в уста всех войду, пророков-то. И они будут одинаково говорить, предсказывать победу Гитлеру. Он говорит, иди и соверши. Бог разговаривает с духом лжи, искусителем. Он пришел и залез в уста всех. И он рассказал, а тот подошел в Сидейке, как дал ему сын Хинаана, по щеке, по какой дороге от меня отошел, чтобы к тебе говорить? Он говорит, пятый угол искать будешь, скажешь тогда. Там по-другому написано. Из угла в угол. Вот тогда узнаешь, по какой дороге уж. Так все и случилось. А вы говорите, не искушает. Искушает. И очень сильно. А то все были жрецы, ваалы, вошел в них, они безбожники. Искушение очень сильное для них. Искушение было у Сталина, у Ленина, у Гитлера. И они не устояли. Они пошли на поводу. А верующий побеждает. 16.20 Постань кримином и сокрушит Сатану вскоре под ноги ваших. С Сатаной надо не только бороться, а сокрушать его. В первую очередь, в себе. Больше всего Сатана не любит смиренно-мудренно. Это первое, что он терпеть не может. Он сам не смирен, поэтому не любите смирение. Он не любит, он терпеть, говорит, не могу. Я могу не есть, могу не пить, Сатана, говорит, не спать. А смирение? Да кто он такой Бог, чтобы смиряться перед ним? А ты смирение ищи. Даже я несправедливо тебе сказал. Господи, благодарю, меня научают. Нет, начинаем оправдываться. Да вот ты сам не знаешь, а то вот то-то. А ты скажи, Господи, благодарю тебя. Я на Сатану вскоре поблагодарю за намерение. А если правду сказал, поцелуй его. Вовремя тебя останавливают. Самое-то главное, не то, что на машинах ездим, делаем. Главное, убого подобления. Быть похожим на своего владыку. Если мы это понимаем, мы видим абсолютно везде доброе, как это взять. Вот начинают наши депутаты, выступают там, Жириновские. Да вино, знаете, надо продавать подальше в магазине, в одном углу. Такую бредню гонят. Да никогда с алкоголизмом Россия не могла бороться, как должно. Бороться могут только мусульмане. Притом в один день. Предупредили, и, конечно, все головы отрезали. Ни одного пьяницы нет. У них решительный бед. И на штыкет навесили. Вот это пьяница. Ваш путь туда. Все, разбились все свои баклажки. С ними разговаривать надо знать как. Они не едят свинину. И я это узнал. И уже 40 лет назад я отказался абсолютно от всякого мяса. Мой путь к мусульманам открыт не то, что свинья. Вот и все. Другие не пьют вино. Я отказался от вина, в рот не беру. Не потому что греха, а потому что ради воздержания и мой путь открыт для них. Они не пьют. Я знаю, есть харизмат, и в рот не берут вина. И мой путь к ним открыт. Вот и все. А так рассуждать мы можем далеко уйти. Лишь бы плоти удовлетворять. А плоти она ненасытима. Доброе надо везде уметь находить. Везде. Я вот у немцев нашел вот эту точность. Но мне у них не понравилось. Мы в Германии сейчас были, ездили. Мне нравится наш беспорядок. Потому что я в любом месте могу свернуть, веса полосу, отдохнуть. А у них все запечатано сеткой. Не проехать, не повернуть. Если промазал, поворачивать куда-то. 30 километров в один конец ехать, пока там разводной будет. И тогда вернешься еще уже 60 километров. А у нас где? Развернулся тоже. Пока у нас Россия большая. Потому что пока это придет, Европа сюда к нам долго историю пройдет. Мужи научиться видеть доброе. Понимаете? Доброе везде. Я читал такой рассказ. Одна женщина поступала по этому правилу. А дочка ей говорит, мама, ты так отзываешься обо всем добро. Ты, наверное, о сатане что-то хорошее знаешь. Она говорит, у него тоже можно поучиться его неутомимости. Он, если не можно со мной с другой, с третьей. А ты видишь, что у тебя не получилось со спасением. Не выдержал вот это путешествие. Начну снова. Начну не отчаивайся только. Разгладь эту хмарь. Разведи все это. Господи, дай мне радостные глаза, радостное сердце и улыбку. Я живу не для себя, Господи, для тебя. А мы все думаем, как бы хуже не было, чего не было. Какую-то специальность получили, уже надмиваемся. Богу-то твои специальности хоть сто их имей. А я знаю языки сколько? 73, как Папа римский. Если в тебе нет Духа Божия, ты ничей. Кто Духа Христова не имеет, тот не его. Духа Божия стяжать надо. И тогда у тебя все время на душе будет ликующая Пасха. Постоянно. Врагов никаких нет. Так он у тебя украл там жену, дочь там. Это никакого значения не имеет. Могло женой у меня не быть и дочери не быть. Я знаю, мой владыка, творец допустил это для того, чтобы смирить меня и их. Чтобы мирное время научились ценить. Я знаю причину. Она у других была, а я от них научился. И тогда жизнь наша преображается во свете Христовой любви. Вот у меня книги. В каждой книге я делаю 3000 ссылок на Священное Писание. Зная, с какого места и куда ее подставить. 3000. А это 38 томов. И умножь на 3000. И там находят что-то. Ну, мне в другой раз батюшке говорят, вот это не православное. Его уже тоже сказали. Я говорю, ладно, ваше не православие рассеяло православие. В маоне православие баптистов, адвентистов делают православные, а они батюшкой в патриотхии служат. Доказательства из дел, ни слов. И все одна беседа. Мы сейчас у одного священника были. Он еврей. Наум Азраилевич. Родитель чистопородный еврей. Один раз встретились. Его привезли. Он рассказывает. Все записано. Встретились один раз. И он уже вышел православный. И поехали вместе в Москву, договорились. Полное погружение в Переделкино. Я его крестный восприняю. Вот он начинает. Евреи там жиды. У евреев многому можно поучиться. Многому. Нужно научиться видеть доброе. У них цель. Они очень благодарные люди. Очень. Вот нас пугали. Поэти в Чечню, там только голову режут. Поэти такие злые азербайджанцы. А мы проехали. Чеченцы как будто нас ждали. С такой лаской приняли. А мы крестимся. Мы православные. В Азербайджане были. Какого не спросим. Кто они. На машине вперед едет. Показывает. Они нас приняли. Как будто бы ангелов с неба. Поэтому я и говорю вам. Бог всюду. Я спросил. Вот эта мечеть. Привели меня к ней. А можно зайти помолиться? А тот зашел. Да можно. Я зашел и помолился. Преклонил колено. Совершил крестное знамение. И все это видели. Заходим в библиотеку. Большая библиотека. А ты где? Махачкин. В мечети. В мечети. В библиотеке. Написано комната для намаза. Для молитвы. Я директора спрашиваю. Вы православные? Она запертая. Можно помолиться? Он говорит. Видимо дал указание. Комнату открыли. Мы зашли и все это засняли. Мы прочитали Царю Небесный по отче нашу. Там где у них шапочки лежат. Где ковры. Мы разулись как положено. И совершили православную молитву. Наш намаз. Чтобы люди познали Христа истинного Бога. Геннадий Павлович. Если зайдет священник в их мечеть. Можно там зайти. Если туда допустят. Можно зайти там помолиться. Естественно не Махамету. А Христу. В их мечети. А синий крест на знаменем. Хотя там нет икон. 450 пророков Вааловых. А Илья молится. Нужды нет и побеждает их. 450. И он их не испугался. А тут один молот всего только. С Богом. Сколько новых мыслей. Правда? Я говорю. Я говорю. Коля. Что-то ты примешь. Что-то не примешь. Так как я. Что-то могу уместить. Что-то не могу. Ну может я еще не созрел. К тому это. Дело вопрос времени. Выслушать не помешает вам. Конечно. А потом обдумайте. Относительно. Я вам сказал. Икон. Вопрос решенный не нами. Относительно мощей. Другого решения нет. В прах ты и в прах возвратишься. Первые христиане все так и поступали. И вынесли написано. А она не сапфиру похоронили. Стефана побили святого похоронили. Этого не было. Чтобы резали, терзали, пилили. Этого безумия не было. Это язычники делают. Я его убью. А он храбрый. Я его сердце выну, съем. Я буду такой же храбрый. Это шаманство. Геннадий Николаевич. Ну конечно мощи у нас никто их никогда не похоронит. Но тем не менее. При вот своем таком понимании. Мы все-таки должны оказываться. Кто-то пришел в храм, а мощи лежат. Я же не буду отворачиваться, убегать. Я имею. Я должен все-таки, как я понимаю, воздать, коль уж они есть. Я даю честь. Но я говорю то, что должно быть. Да, должно быть. Я прохнул вперед, поклонился, поцеловал. И мощи лежат напротив. Мощи. Сергею Радонечко поехали. Я поклонился. Все сделал как положено. Но спрашивают. И что вы думаете дальше? С пением ангельским захоронить. И все на этом кончилось. Это никогда не будет. Но я должен сказать. Я говорю по слову Божьему. А они говорят по выдумкам человеческим. Вымыслами человеческими заменили истину Божью. Как будто ни одного архиерея, ни одного священника нет спасенных. И это где написана настольная книга священнослужителя. Том 3, страница 601. Хотим мы или не хотим, но Бог будет судить нас по слову своему, не по моим выдумкам. Поэтому я делаю 3000 ссылок в каждом томе. Пусть они опровергнут. Ну как бы то ни было без священника, мы не спасемся. Я ей говорю, мы идем к священникам. Мы просим по телефону его, благослови батюшка. Это уже не по телефону, ни благословия нет никакого. Но Серафим видел больше, чем мы. В Москве исповедовать по телефону, что же делать? Он говорит, что не пощажу, Господь говорит, и не помилую. И причина какая? Вымыслами человеческими. Вот вначале там 2 беса, 3 беса. Это все выдумки. Златоуст называет это бредней пьяных старух. Я один раз услышал, мне понятно. Если вы говорите не так, как Слово Божие, там нет света. Исайя 5,20. А зачем мне тьма нужна? По свету надо, по свету любви Божией. Мне надо это опростать сосуд. Я сказал, вычасти меня, Господи. Мне очень-очень много Бог давал, когда я Евангелия не имел. Я попросил Бога дать забвение мне всему. Забвение. Я душой общества был, говорится. Тысячи анекдотов там мог рассказать. Я встал утром, у меня ничего нет. Как будто никогда не знал. А я в это время уже учился, добился разрешения сдать 3 курса высшем мореходной за один год. По выбору комиссии на английском, на немецком или на французском. Это Бог сделал. Я попросил, Господи, удали от меня все знания, дай мне знания Библии. И Бог сразу мне ответил. Я ее знаю по святым отцам. Как они истолковались. Что Василий Великий говорил, Григорий Богослов, Августин. Я для этого отдал 50 лет. Непрерывной учебы. Это не менее 10 университетов я должен был закончить. Я учился день и ночь. И могу сказать, святее, чище, целомудреннее, обширнее православия ничего нет. Но его никто не знает. Это сундуки запечатанные. На них сидят, ногами колотят по нему, палахом колотят. Гремят, говорится, к адилам ходят. Придумали греметь там это, шарики закатали туда. Да малые дети. Бог. Мой Бог. Его имя. Досветится имя Его. Говорим? Имя Твое. А имя Божье никто и не знает. Я говорю, досветится имя. Ну, Твое имя какое? Ну, Иван, а Твое Николай. Толковать, досветиться. Как понимать, досветится имя? Сначала имя нужно узнать. Нет, как она толкуется, досветится имя Твое. Светится, светится нашей жизнью. В нас, чтобы Бог прославился. И всюду видна была Его святость. Не светится, а святится Я. Святость. Чтобы святость Божья отразилась на нас. И мы тогда во всем видим дела Божьи. И говорим, свят, свят, свят Господь Савов. Вся земля полна славы Его. Небеса пропадут славу Божью. И о делах рук Его вещает твердь. Земля твердая. Какой океан, какие рыбы, насекомые, святы. Все возвещает. Какой Он святой. Свят, свят, свят. Досветится. Но имя надо знать. Имя Его. Моисей спросил, как тебе имя? Бог говорит, и Югова. Авраам спрашивает, как тебе имя? Он говорит, и Югова. А у нас имя спрятали Божье. Как это могло быть? Мы на каждом шагу читаем. Слово Божие много значит. А Давыд говорит, имя, слово твое превыше всякого имени. А какое имя-то всякое? У Бога около 500 имен в Библии. Я дверь, я пастырь, агнец. Ну, это его имена. Сын Божий, Бог сущий. Но первое имя, которое он открыл людям, Югова. А у нас Югова-то иеговисты, это иеретики. Восемь раз Библия говорит, но имя Югова заменили на слово Господь. Семь с половиной тысяч раз в Библии слово Югова в оригинале. Только она не так считается, а Яхва, как Феофан Затворник это показывает. Но должны народу это сказать или нет? Иеговисты тут ни при чем. Но они о нем говорят, правильно делают, что говорят. Но они даже не иеретики, они далеко дальше ушли. Но доброе мы можем взять. Понимаете, я доброе нахожу. Как мы можем от гнилого дерева что-то найти доброе? Да, точно так. А гнилого найдем. Хорошие гнилушки делают дым, чтобы сходить к пчелам. Да. А хорошие гнилушки... А не попаду или туда сам, если буду смотреть? Я говорю, да чего? Мама наша всегда это делала. Гнилушки в эту куряжку, и она ее разжигает. И гнилушками, дальше, и дальше. Гнилушками, гнилыми пнями питались люди в ссылке. Если взять мой брат, и вдруг он увидит что-то там лучшее, и придет к ним. А у нас один уже пришел туда. Так наша вина, что он пришел туда. А у нас наоборот оттуда пришло. Я у баптистов с кафель проповедовал. И не один год. И сколько баптистов пришло? Теперь они запретили, меня нигде не пускают. Нигде. У адвентистов проповедовал. А я не проповедовал, но ни одного и нету. Что нам учиться у них, когда можем учиться от священного писания? У нас нельзя научиться. Знаете, я в разных университетах вел занятия много лет. Он у меня был в университете, заснял там все. И люди говорят, вопрос, вот если бы вас патриархом избрали, вы бы как сделали? Вы говорите, вот не так, не так, не так. Ну я говорю, избрали уже или не избрали. Ну избрали. Молчок. Теперь я говорю. Первое. Прекратить строительство храмов и часовен. Полностью. По всей стране. А как? Ну никак. Прекратите все рабочих убрать. Все деньги бросить на издание Новых Заветов. Так, вы поняли? Дальше. Завтра второй день. Я открываю тысячи училищ православных. А где же взять учителей? Я знаю где, а вы не знаете. Я патриарх. Мне дано знание. А где возьмете? Я иду к баптистам. Я договорюсь с ними. Они делают подписку. Ни одной православной догматики не касается. Пусть учат, как любить Бога и Библию. Они мне научат их. Это будут герои веры. А вы не знаете где. Почему мы не боялись? Ленин не боялся приглашать специалистов, чтобы... А третье что? А? Третье что? Третье я сейчас скажу дальше. Не боялись они приглашать иностранных специалистов, которые Гойл-Ро помогли построить электричество, а то другое. Он понимал, по-другому нельзя. Как они НЭФ развили, чтобы поднять страну. Почему Гитлер не боялся учиться здесь? Балашов учились его летчики, а потом наших ошибали. Учиться надо везде. Дальше. Третье. Третье, я говорю, это два пункта. Третье. К вечеру меня убьют. Попы. Это самая страшная мафия у нас в России. Поэтому я бы подыскал место, недосягаемое для них. Дальше. Ну, я же теперь патриарх. Мне надо имя менять. Я назван в честь Игнатия Ростовского чудотворца. Ходил в Ростове и не мог найти его мощи. Специально ходил по храмам, спрашивал, и нигде никто. Звонили в епархию, не могли ответить. А это святой, ростовский, мой. Я бы назван был в честь Игнатия Богоносца. Вот патриарх Алексея, он был Алексей, допустим, московский. А в честь Алексея это Божий человек, это разрешается. Дальше. Что необходимо сегодня сразу же сделать? Вот прям я патриарх, и мгновенно сразу же приготовить миссионеров. И разостать по всей стране. Как это сделать? Я этим занимаюсь полвека, я это отлично знаю как. В первую очередь в училищах их учить. Далее. Показать каждому на практике как. Семинаристам, если они учатся 4 года, 2 года ходить на занятия у баптистов, 2 года у православных. Чтобы они научились с душами людей работать. Как работать? И у нас церковь, конечно, прекратить нарушать правила. Храмы, которые сейчас есть, все закрыть. Закрыть хотя бы на 3 дня. И молиться снаружи. И 3 дня учить народ. И те, которые знают покаяться, по одному запускать храм. Церковь уменьшится в 100 раз. Но уже за 3 года она будет больше, чем сегодня. Это будет сияющий алмаз на весь мир. Я знаю это. Было в 249 году по 251. Пришел Декий, ударил, одна пыль пошла. Но через 3 года церковь полностью обновилась. Нам нужно запомнить. Кровь христиан это семя христианства. Мы не хотим страдать, а придется. По-другому никак. Я конкретно начинаю ревизию с церкви. С церкви и с самого себя. Ну вот я не услышал. Пятое. Милосердие вы не сказали. Если вы по трахам были. Потому что я к Раштадскому. Почему Святой Константский стал? Потому что он сделал милосердие и просветился. Вот в этом милосердие есть. Откуда вы пропустили. Милосердие это одно из ткачиц. Это не дело. Без милосердия церковь не стоит. Нет, без милосердия вообще ничего не стоит. Все на милосердии. Так вот это самое главное было. Без скротости не стоит. Без насыщего духа не стоит. Я по порядку перечисляю. Это все входит в христианство. Вот наш батюшка говорит. С завтрашнего дня. Братья и сердце. Я закрываю трапезную. Не будем кормить. Я к Ресту подхожу. Говорю батюшка. Если вы закроете трапезу. Прекратится служба. Церковь стоит на милосердии. Без милосердия она не устоит. А почему милосердие только в кормежке? Это в Индии? Мы поминаем. Мы выходим на улицу. Поминаем на улице и говорю. Владыка Господь Иисусе, помяни Господа Традца Небесной и тех, кого некому поминать. Тех, кто забвенит. Кто там забыт. Церковь вымаливает всех. Ну церковь-то вымаливает, говорите, всех. А при чем еда-то тут? А как же трапеза? Это горячая пища. Без еды уже никак? А как же по-другому? Иоанн Кронштадтский, смотрите, что открывал. Всех кормил. Почему он святой стал? А почему? А потому что когда служба кончилась, он дальше ничего не делал. Он уходил и пошел в дом трудолюбия, потом акафисты по домам, по беспризорным, по всем. И приходил вечером. Вот его вся служба была. У нас что получали? Любви и милосердие. Ты не подпишешь, Солович? Только обеспечения не было, нужно сказать. Никакой пенсии не получали. Вообще народ никому не нужен был. Говорить сегодня о тогдашнем милосердии не приходится. Во времена Василия Велихова у него ежедневно питалось 3000 человек. 3000, почему? А у него ничего нет. Государство вообще не знало никаких не больных, ничего. Спасение утопающих дело рук самих утопающих. Сегодня-то по-другому. Сегодня бомжи почему? Он пропился теперь, все, дом продал, пропил и ходит, теперь собирает. Иоанн Кронштадтский это, может, единственный правильный путь был. Дома трудолюбия, приучал их к труду, становились застанки. Так вот, если патриархами были, как раз надо было открыть дома вот эти, чтобы их забрать воедино. Чтобы это шоп разбожий, но потемневший. Надо удержать их тоже. За них тоже Господь кровь пролил. Сегодня-то открыто все. И для слепых отдельно, и для глухих открывать тоже не приходится. И мы сейчас были у них, они пришли по молитвам святых, бывшие баптисты, православные стали теперь. И теперь они, они очень добрые-добрые. И теперь они всю доброту свою перенесли в православие. Написано, книжник наученный царству небесному, выносит добрые старые сокровищницы. И они собирают бомжей, червей, говорит, с них приходится выгребать, отмывают их, лечат. Но самое главное, когда, говорит, они на ноги встают, никто не идет работать, они возвращаются опять к тем же помойкам. Почему? Почему они меня спрашивают? Мы видим такого человека. Он приходит с костылями, у него вот эта ступня маленько подрезанная. Он врет. Ну, мы подошли, узнали, как звать Анатолий, фамилию узнали. Ну, решили ему помочь. Я живу недалеко от церкви, специально купил квартиру для приезжающих издалека, чтобы было где бабушкам отдохнуть и в церковь приходить, специально для них-то. Ну, и он, наши сестры мигом его обиходили, подчинили, сделали новое на деле. Мы, говорим, едем к нам в деревню завтра, вот, около церкви Покровского собора, тут остановка, мы вас отвезем. И там у нас есть домик, и ты там будешь жить, участок есть, здоровый, крепкий человек. Хорошо, хорошо, хорошо. Утром пришли, его нету. Он не пришел. И он стал нас избегать. Я теперь в Алтайской правде говорю главному редактору, я говорю, мы с ним занимались. Он говорит, а мы пытались ему помочь, это бесполезно. Это люди, которым нравится вот это. Вот почему червей мы выгребаем, мы их вылечили, они, говорят, все до одного опять вернулись туда жить. Но 28 лет уже страна о людях не думает. Она их развалила. К труду нет. Уже два поколения людей, молодежи, уже к труду не привыкли. Сейчас будет 100 тысяч платить в месяц, и никто не будет работать. Не будет работать. Потому что люди привыкли только иметь, но ничего не делать. И однако в этой обстановке, вот вы сказали сейчас, ничего не хотят делать. Адвентисты все работают, баптисты все работают, иеговисты все работают. То есть все работают, и ни один не пьет. Ни один, а это несколько миллионов человек. А кто не работает, которые вешались, православные все. Я несколько, 17 лет сотрудничаю с тюрьмой. Я сам сидел в тюрьме, я их знаю. Они меня принимают. Я такой же каторжник, они знают. В этой тюрьме сидел не один раз. Я им свидетельствую о Боге. Я им рассказываю. Они слушают, они принимают. Они выходят оттуда, идут к священнику. Священник их сразу от меня всех отсекает. Священники это лютые волки. Это невозможно, что делать. Вот едем в автобусе, мы поехали в дом инвалидов. Ну и я сижу и маленько заговорил о Боге. А женщина, она сидит в лапке. Вы и здесь продолжаете проповедовать. 56 дней домов, осел. Если еретические книги, то сжигать нам... Евангелие, я говорю, какие теоретические. Вы тут не слышите? Например, баптистское Евангелие. Нет баптистских Евангелий. Оно одно Евангелие на весь мир. Нет, там есть. Синодального написано, репринтное издание. Синодальное, до слова, до буковки, до запятой. Мы уже с подыскиваем, где нет. Евангелие. Евангелие Христово. Вот тебе и благодать. Благодать, благодать. Господь говорит, вы благословляетесь, священники. А я проклинаю ваши благословения. Вот вам и благодать. Мы на благодать надеемся. Где там благодать, когда он нечестивец, давно сатане служит? Это кто, говорит? Порок Малахия. Батюшка, так написано? Так. Да. Но он же тоже благословил его. Так что... Бог давно отверг его. Уже ничего нету. И это надо помнить. И поэтому златоуст говорит, смотри, вместо пастыря не избери волка. Не избери волка. Будь внимателен. А он такой, отойди от него. Ты знаешь, он блудник, нечестивый, благодать. Там давно покинутая дыра. Гнайная яма. Отойди от него. А нам, говорит, Господь, молиться за него, да, но не отходи. Молись, но отойди. Отойди. Молиться надо. Я вам говорю. Я исправлю, говорит, его. Я говорю о том, что... Я одному говорю, что легче, убить или воскресить? Он говорит, убить легче. Я говорю, когда ты осуждает священника, ты убиваешь его. А когда ты... Его не осуждает, это его биография. А когда ты его молишься за него, воскрешаешь. Его никто не может воскресить. Бог. Молитвой моей. Ну, я вам говорю конкретно уже. Я вижу, что вы непробиваемый. Отец Олег. Отец Олег. Как он служил? С Тинаев. Не С Тинаев. Другой наш, в Барнауле. Он там в алтаре богохульничает. В алтаре священники говорят. Ковырнем за Параскеву. Ковырнем это с просфорами. Наконец попадается за мужеложество. Отсидел 7 лет. Вернулся. Дети кидает в него камнями. Мне так и положено. А он священник. Сам с него не снятый. Все. Люди подходят, благословляются. Он повесился и все. Служители сатаны ничего не имеют. Кроме проклятия. Это его участь. Отойди от него. Не играйте этим благословениям. Он благословен. Там ничего нет давно. Вот он благословен, потому что поступает правильно. Служит службу. А это богохульники. Был такой патриарх Алексей I еще. I Семанский. И он говорил. Наши люди простые. Они многое простят. Но не простят, когда ты кощунствуешь в алтаре безобразнейший, священникам говорил. Этого никогда православные не простят. Это действительно так. Может исправиться. Но какой исправиться? Но если Господь терпит его, кто я такой, чтобы я не терпел? Но это дело ваше. Кто я такой? Я грешный человек, еще грешнее его. Почему я так? Какое у вас понимание? Ну вы видите, явно грешник. Написано, знающийся с блудниками делается блудником. Не знайте. Я должен, Господи, проси его. Писание предупреждает. Не знайтесь. Если ты его знаешь, что он блудник, отойди от него. Молись. Чтобы тебе не сделался таким же. Видишь? Вора сходишься с ним. С прелюбодеями сообщаешься. Бог говорит, я молчал, и ты подумал, что я такой же, как ты. Изобличу тебя, представлю предлицо твоей беззакония. Почему нет, слова не берете? А это 50-й Псалом говорит, помилуй меня Божий. А это 49-й. Что, 49-й не Давид написал? Ты видишь, говорит, вора. И сходишься с ним. А он ворует. Ты видишь, прелюбодеясь, сообщаешься с ним, гладишь. А на нем благодать. Еще там нет какого проклятия. Отойди. Но после третьего обращения отойди от него. Ну, обличение, обличение, обращение. После первого, второго, говорит, еретика, отвращайся. Он уже ересью весь поглощен. Я с ним стал говорить, у него живого места нет. Батюшка, ты Бога? А какой Бог? А архирей его терпит. И все одно образ Божий. Его жалко по-человечески. Я много со священниками знался. Я скажу, есть предел. Может, просто потемневший образ Божий. Но он все одно образ Божий. Знаете, если бы мы были более внимательны. Вот такого вот богохульника ни один сектант не потерпит. Никогда. Все понимают, он скверно, он заражает всех. Это нигде не потерпят. Если на работе знают, а БХС арестовывают. А православные дураломом лезут. У меня один человек, он стал ходить. Сектант. И уже все, уже свечки ставит. И православный стал. И вот однажды он выходит, а он много знает. Писание знает отлично. Он вышел на паперть и говорит. Вот я смотрю, в храме стою. Мне кажется, Бог не избирал этих людей. Они Бога не любят. Или набрал одних дураков. Что попало делают. Понимаете, люди, которые приходят извне к нам, они говорят, вы нам рассказывали о православии. Это то православие, о котором вы говорили-то? Нет, это ложь, это обман. Православие – это чистота, святость. Это соблюдение совести заповедей. А не попрания совести. Но они всегда ко всему приходят. Есть люди, которые получают перед смертью. А есть и половина жизни своей. Поэтому не надо огорчаться. Господь приводит, может, и к концу жизни приводит. Может быть и приводит. Но мы не видим, что Он приводит. Вот понимаете, какой был, такой и есть. Мы пришли к нему, он уже не разговаривает. Главное, чтобы причастие проглотил. Я в это не верю. У него лежит рядом пепельница, все еще курит. Вот он сейчас проглотил причастие, а он спасенный. Живи как угодно. Да нет такого нигде в Библии. Игнат Ильич, вопрос вам. А где та грань, от которого священника нужно отвергать и убегать? Вы говорите о таких крайностях, которые прелюбодей, которые курят, которые наложниц. Но есть священники, которые не курят, не прелюбодействуют, а в ней ничего этого не делают. Ну, всякие есть грехи. Я апостол Павел себя считал первым гречником. От кого бежать, от кого не отбежать. А я говорю, от кого причащают. Нет, я говорю сейчас о священниках. Говорит, все священники такие. Вот, а вы скажите, где, как определить, что от этого уже нужно бежать, а от этого еще не надо бежать. Значит, разговаривать, смотреть. А Господь сказал, если бы он сказал парисеям евреям, бейте священника, они убили. А он говорит, слушайте их, но по делам не поступайте. Значит, и мы должны слушать, пусть он прелюбодей. Пусть он кто? Я буду слушать его, потому что он говорит самому. Прелюбодей нет этого. Зачем вы думаете? Да пусть он. Никак, этого нет. Господь пусть он. Да нет этого нигде. Зачем вы думаете? Пусть он хочет. Да вы его убили бы сразу прелюбодей. Вы закона не знаете. Но мы же не знаем. Прелюбодей будет предан смерти. Мы же не знаем. Ну, перестаньте. Прелюбодей будет предан смерти. Вот закон. Кто его изменял-то? Это Моисеев закон. Господь говорил святые за этими иудеями. Однажды, то и Господи говорить. Они говорили неправильно. Говорили неправильно. Господи, сколько священников плохих. Он говорит, где же я вам англа возьму? Воспитывайте этих плохих. Воспитайте с него плохого, сделайте хорошее. Вот наше чего. Он тебя воспитает кадилом по облугу. Нет. Есть батюшки, который прислуживает. Я с ними встречаюсь на каждом шагу. Это лютые волки. Не все, Игнатих Игоревич. Не могу согласиться. Если ты еще не делаешь, тебе он хороший. Вот, Паратулей Иванович. Люба с ним поговорит. Смотрите. Я не просто не льщу, а просто говорю, как поговорить. Я веду занятия. У нас Михаил, молодой священник. Ну, я с ним говорю прям вот по душам. Есть, конечно, я говорю, о них не буду говорить. Прости, Господи. Я их не обличаю, потому что я грешней всех. Я первый грешник. Я веду занятия в университете. 17 лет. И вдруг архиерей присылает секретаря, Гончарова Сергея Михайловича, чтобы меня оттуда выгнали. Местный архиерей. Максим Дмитриев. Его это никак не касается. Совершенно, что я там преподаю. Я в воинских частях веду занятия. Во всех отделах милиции города. Десятка школ. Они за мной, как псы лютые гоняются. В газетах пишут, тоже такой Игнатий Лапкин. И дальше такую муй гонят, даже вообразить нельзя. Они безбожники, лютые безбожники. Ведут себя, кажется, хуже демонов. Это вообразить нельзя. Приходит проректор и говорит. Вот пришли с таким письмом. А почему они так делают? Если им надо, мы дадим ему аудиторию. Пусть ведут. Я пошел к ректору. Ректор говорит, неужели я на это пойду? У меня прекрасные отношения. Ему это надо или нет? Они меня вышибали не один раз с разных университетов. На улице я с народом оказывался. Но сами не пойдут. Но вы же, наверное, настраивали народ против них. Да какой народ? Я преподаю по блаженному апопелаку. Слово Божие. Народ. Какой народ-то? Студенты. Ну студенты, так народ все равно. Представители прокуратуры, ФСБ у меня сидят. Все органы власти. Я кого настраиваю-то? Или что-то придумать надо? То есть у вас ответа никакого нет. Мы должны назвать своими вещами, а не придумывать на меня что-то. Если бы было, меня бы они за хобот взяли. Они ничего не имеют. Ничего, кроме демонической злобы. Игнать Тихонович, но не все же прям вас ненавидят. 470 курсантов. Они там не бывают, даже попы. Но вот теперь они уже к властям. Они везде лезут в властные структуры. И добились, чтобы, ну как Дмитрий Смирнов, по силовым структурам. И теперь они назначают одного священника, Николая Бурдина у нас. Он будет вести занятия. Мне приходят и говорят, ну извините, но мы вынуждены отказать. А я бесплатно вел много лет. 475 студентов. Это курсантов. Я говорю, а почему? Ну сейчас так сделали. Патриархия там договорились, что будут от патриархии ставить. А кто будет вести? Да Николай Бурдин. Я говорю, так он не будет вести. А почему? Так они же без денег не могут жить. Они деньги потребуют. За что? За занятия? За уроки? Да вы что? Да разве за это деньги берут? Ну все, я простился. Телефон оставил. Проходит недели две. Звонят. Приходите ведите занятия. Вы говорили правду. Они сразу затребовали деньги. А я говорю, какие деньги? Лапка у нас 7 лет ведет занятия, не копейки. Я 17 лет в 5 университетах веду занятия, не копейки. Я начальник детского лагеря 40 лет, не копейки. Вы понимаете, нет? Я в прошлом году на 3 миллиона 150 тысяч подарил мои книги, которые 50 лет отдал. А откуда? От Бога. А у меня минимальная пенсия. Нынче я подарил уже все вместе, вот новая цена, больше 3 миллионов рублей. А у меня ничего нет. У меня минимальная пенсия, даже 5 тысяч, может, нет. И что они? Они не стали везти. Я им тогда сказал, говорит, так у вас будущего-то. Говорит, никакого нет. Потому что, говорит, 400 с лишним, у меня 75 курсантов. Помещения открытые. И вы не хотите везти занятия. У вас одни бабушки одни. Ну, говорит, вот так. Я думаю, что христиане не могут такие деньги выдать. Это даете ли запад вам дают деньги? Да. Американцы купили, ЦРУ подкупают. Нет, но наши не могут дать. Ваши не могут дать. Могут. Не могут дать. Я говорю, могут. Они имеют очень мало. Я говорю, могут. Имеют очень много. Сейчас тут на тарелочку ложат, я смотрю, мало. А вот было год назад, ложили большие деньги. Так, я вам назову. Сокол. Батюшка, знаешь такого? У него там могила его, перед его храмом. Он ему показывает мою книгу, он сразу мне пересылает шестизначное число. Я сразу книгу выкупаю. Вот он сидит, к слову сказать. Так, батюшка? Посмотри на его, посмотри. Не выдумывай, что там запад. Без запада обходимся. Сбербанк России помогает. Притом люди совершенно... Сбербанк России. А банком управляет кто? Рогатый. Ну, все? Да вот это удивительно. Во-первых, кредитные. Банк кредитный. Потому что все. Вот сейчас построили Хабыка храм, а я сказал, он кредитный. Он, Господь, не примет его. Хоть тысячи священников освятят его. Не примет. Почему? Ну, в чем мы решаем, примет, не примет. Кров. Вот если батюшка вам дал. Вы голодные, вам подали хлеба. Вы возьмете хлеб от них или будете кредит, или не кредит? Ты его слопаешь, даже не заметишь. Нет. Стоп. Одно, другое хлеб подать, а другое взять деньги из кредита. Нет. А я ни кредиты не беру, нигде. Вы сказали, банк сейчас. Он берет из кармана, дает деньги безвозмездно. А он берет с банка? Управляющий. С банка же берет. Где он берет? Да что тут глупость? Мне дали. Я теперь преду скажу, ну-ка, Сокол, где взял деньги? Он президент компании. Вот теперь я скажу притчу. Вы слышали, нет? Да. Это президент компании. Священник. Строить храм. Но строить храм, это воля Божья. И не всех священник благословляет. Господь благословляет. Приходит крутой убийца. Говорит, батя, строишь храм? Да. Миллион на. Он давай. Отстегнул. А если бы он был немножко от Бога, он бы сказал, а где ты работаешь? Какие деньги взял? Я не возьму. А тут берет, строит храм. Этот умирает, в ад опускается, в аду кричит. Господи, я ж миллион дал на храм. А голос сверху говорит, я ни миллион не принял, ни храм. Ну это все выдумки. Почему выдумки? Да этого нет, в Библии нет. Вы откуда набрались столько? Златоуст это называет бредни пьяных столов. Нет. Я повторяю, Златоуст говорит, чего в Писании нет, о том не рассуждаем. А вы в интернет выходите? Вы слышите? В интернет выходите? Чего нет в Писании, в Библии, о том не рассуждаем. Надо Писание читать. В интернет выходите? Я в интернете 16 часов в день сижу. Весь мир получает от нас. Слушай, если человек или священник сел за интернет, он поклонился падшему ангелу. Все. Дальше все, разговоров нет. Вот вам все книги, вот вам вся речь. Я не прикасаюсь ни к этому, ни к чему. Нет у меня ничего. И поэтому знания-то ограничены. А мне достаточно. Недостаточно. Достаточно. Я только бабушке скажу, как спастись, если Господь мне даст. А как он даст тебе, когда ты против всего воюешь? Против Слова Божьего. Вот это воюешь? Да нет. Я вам говорю Слова Божьего, а для вас как будто этого не существует. Нет. Когда вы говорите Слово Божьего, я принимаю. Так вы даже определить не можете. А когда на священника восстаете, я защищаю. Вот видите, значит книги не надо. Денег откуда поступают не надо. Интернет не надо. А вот я залезу на крышу, чтобы меня слышал сосед. Можно кричать? Ну можно. Я буду говорить, покайтесь, сверуйте в Евангелие. Но меня подняли на аэростате. И дали рупор. Теперь я кричу на все шахты. Можно? Можно. А интернет до конца вселенной. А это уже нельзя. Что такое интернет? Интернет. Имя теряется навсегда. ИНН. Имя новое, номерное. Ну и что? Ну и все. А чего вы взяли? Интернет что такое? Интернет что означает? Это бесовское орудие. Это полностью он поработает. Что оно означает? Переведите на русский язык. Интернет. Имя теряется навсегда. Да нет. Интер. Это означает международное. Я понимаю. Интернациональное. Нет означает сеть. Ну вот вы попали туда. Составляет сетка. Вот попали в сетку. Сетка где? Попали в сетку. Это означает, что Господь забрасывает сеть до края вселенной и уловляет рыбу свою. Да нет. Нет. Это бесовское. Скажите, вы в интернете заходите. Сколько сектантов пришло, через ваше нет, не надо. Сколько пришло за последний год? Да ничего не было. И за всю жизнь не придет. А мне с концов вселенной идут сообщения. Я, говорит, было совсем ушел в сектанты. Но натолкнулся на ваш сайт. Сейчас вернулся. И сейчас не кто-то, а доктор. Доктор. Богословие. Это кто? А? Кто? Батюшка кто? Он архимандрит теперь. Вот и все. И где? Не где-то, а за океаном далеко. Потому что интернет для всех. Заходят. Мы, говорит, с сыном давно-давно уже искали. Решили уйти. Нашли. Мы сразу вернулись в православие. Наконец-то нашли православных. Голос которых достиг. А вы говорите, притом безапелляционно, безответственно, такие слова. Вы просто богохульствуете такими словами. Бог дал открытие. Вначале люди боялись стекла, боялись лампочки, боялись скамейки. А сегодня изобрели мобильный телефон. Батюшка с мобильным телефоном. Вот он сейчас снимает, завтра просмотрим. Это тоже не надо. Это как диамид. Мы дойдем до этого концерта. Нет, нет. У меня дед, дед, служил почти 40 лет в церкви. Старостом, сторожем. И вот он говорит. Внук, придет время, и беса на руках занесут в храм. А я говорю, ка, дед, ему ж не видно. Телефоны занесли в храм. И только даже в алтарь. Святая святых в алтарь. Это бесы? Да, конечно, вот он. Скажите, чтобы вы знали. Это чей? Не знаю. Это мой фотоаппарат. Не обижайтесь. А кто его изобрел? А при чем изобрели? Почитайте четвертую. Нет, потихоньку. Тринадцатую главу. Понимаете. Я на благослове. Если у вас знания есть, вы просто скажите, я знаю или не знаю. Тут психовать не надо. Скажите, кто изобрел его? Человек. Ну я за что не быкс. Под диктовку беса. Ну это так, что угодно можно. Как? Вы его не знаете, скажите, а я хочу знать. Тогда путь к знанию откроется. А вы намерно отрезаете себя, потому что можно обалдеть от этих незнаний. Это изобрел Мартин Купер. И он сейчас живой еще. Сколько он терпел неудач. А по телефону можно с кем-то разговаривать? Не здесь-то так. То можно. А теперь изобрели мобильный, уже нельзя. Уже сатана. Понятие какое. А как же святые разговаривали? Теперь я говорю, смотрите. Говорит интернет. А кто интернет изобрел? Можно не спрашивать, не знаете. Но вы сегодня уже можете знать. Тим Бернер Сли. И он тоже живой. Но от этого я не буду, святые. Боите? Боите? Нет. Эти люди облегчили жизнь людям. Вот он. Раз. Раз. Алексей это хоть вызвал бы. Я уезжаю навсегда. И он пользуется этим. Вот он стоит. Вот она где. А как же получается рак головного мозга, белокровие? Вот это? Врач говорит, смотрите. Если 7 минут человек разговаривает по телефону, закипает кровь. А? Она не закипает. Закипает. Читайте. Так скажи, закипает кровь? Закипает. Белокровие. Операцию стоит вам сделать 250 тысяч. Да нет, ничего нет. Черепок снимают, а ничего не сделают. Закрывают, а хороните. Нет, это подожди. Да что-то нет. Я вам расскажу. Я расскажу рассказать. Ты рассуждаешь? Вы понимаете? Так уже бы полмира вымерло. Понимаете? Сколько? Разговаривают дети, женщины. Они без конца весь день разговаривают. Есть норма. Игнатий Тихонович, вы из пустого порожня, вы ему ничего не докажете. Ну я вам скажу хотя бы один раз, чтобы он знал, что он слышал с сегодняшнего дня. Есть норматив, показывает, говорит по телефону, не более пяти раз по две минуты всего. Действительно на рак мозга влияет. Но это, говорит, надо поколение 3, чтобы определить, как влияет. Они так закипают, спекаются. Я по нему стараюсь не говорить. Это врачи пишут, не ерунда. Да, но он умирает от этого. Сколько чего? Они слабоумно может страдать. Но это исследование на не одно поколение пройдет, пока узнает. Сейчас вся экология. Да. Нет, это норма, потому что даже значит. А теперь говорят, спрашивают, что можно по телефону сделать болезнь, неизлечимую. Можно на стаде развития. Ты приходишь раз, и болезнь пришла. День не вылечится. Ну может быть и не так, как вы говорите сразу. Но что-то люди уже делают. Понимаете, чтобы что-то сказать, нужно... За удовольствие надо платить. Да. И платим их жизнью, смертью. Застры на польца и болезнь. Но это нужный предмет, очень нужный. Мы умремые без телефона. Кто идти за телефоном не будет. Видите, что? Я телефон не звоню, чтобы вы знали. Я не звоню никогда. Мне его подарили. Он у меня есть. Номер есть. И мне положил, дорогой мой вот этот батюшка, положил деньги. Они у меня так и лежат. Я не трогаю их. Но вот наша машина застряла. И идти нужно там, допустим, 15 километров, чтобы выслали трактор, вызвали нас. Что я могу сделать? А телефон вот теперь нуждаясь. А где ж вы были 20 лет назад? Вы не застревали? Пешком бы. Когда не было. Вы сказали, Николай, помоги. Ну там машин не было пешком. И машина подъехала, вам помогла. Так вы не надеете. Там нету машин, там машин нету, где мы едем. Там машины не ходят. Придет машина. А? Придет. Да не придет, там нет машин, а мы одни. Как же жили? Это новое поселение, где нету. Как раньше жили? А? Как раньше жили? Раньше на телеги ездили. А вот смотри, чудо. Едет шофер. И вдруг у него груженый ЗИЛ-130, ломается рама. Все. Этот экспедитор говорит, что такое? Да все, пропали, степи мы. Никто нет. Телефона тогда не было. Ну что ж, он подъехал. Это поддонкратил. И как-то там тросом все закрутил, лишь бы доехать. И она сидела, верующая, молилась Николай Годников. И когда он сейчас, я подъеду, вот тут есть, где-то, колхоз, подварил. Подходите, говорит, вот вам гель, не заварите. Тварщик подошел, говорит, а где варить? Я вижу трос накрученный, а целая рама. Как? Он подходит, а рама целая. Вот как вера нужна. А вот этот двор, он не поможет. Таня. Ну ладно, батюшка говорит на эту тему, говорит, бесполезно. Но я вам сказал один раз, вы не приняли, но поделились мнением. Да. Когда у вас, говорит, яблоко, у меня яблоко, мы обменяемся, у каждого по одному яблоку. У каждого с вами мнения. Моя идея обменяется, у каждого по две идеи теперь. Я вам сказал. Игнат Ильич, вы дали Николаю большую информацию для размышления. Да, конечно. Поэтому я прошу подарить ему для Слова Божия нет уз. Как вы пришли к вере, очень интересный. И какой-нибудь том там, ну, любой там, где вопросы и ответы, чтобы он понял. Далеко в кузове, я сейчас ничего не достану. У них он может попросить, я полный комплект им дал. Полный, 38 книг все дал. Ну, можно почитать дать. Там можно многое будет найти. У меня путь был такой, я родился в верующей семье, я с детства верующий был, но Евангелия не было. Евангелие мне в руки попало только после армии. И моя жизнь в один вечер стала другая. Я получил рождение свыше, благословение от Бога. И это было 27 сентября 1962 года в 17.00. Я на корабль только вернулся, учился в Морихонном училище и на корабле работал. И первым уже матросу стал говорить, живем мы неправильно, за нас Господь умер. Я не знал этого. Я 50 лет провел в напряженной работе. Начитал златоуста, все жития святых, чтобы люди были образованными. Чтобы православие было сияющей звездой на небосклоне Божьем. Ну, а те сам, один из таких, которые все... Игнатий Тихонович, я думаю, вот реакция Николая, это естественная даже реакция на то новшество, которое мы слышим. То есть надо переболеть как бы этим. Это первая, знаете, такая реакция. Как укус комара, он долго будет чесаться все. А потом оно все проходит. Я думаю, это поток информации новой, которую вы сегодня выдали Николаю. Это будет ему для размышления. Он тоже такой же крепкий, вы видите, как и вы. Только, ну, вы более богословски подкованный, по-библейски. А у Коли больше там приметы, какие-то старцы рассказали. Я занимаю сторону, где Слово Божие подтверждает. И интернет нужно, и телефон нужен, я считаю. Без этого мы просто, ну, не сможем жить. Можно, как один говорил, лопатой человека убить, а можно огород копать и сорвать картошку. Так и здесь. Как будешь пользоваться, будешь искать грязь, ты найдешь там сразу же, в первый вечер осквернишься с головы до ног. А можно столько там почерпнуть. Я открываю и читаю проповеди перед праздником патриарха, батюшек, священников многих. Коля, нужно пересмотреть свои, я думаю, взгляды на это. Вы верующий человек, Николай верующий человек. Просто, я говорю, это нормальная реакция. Я вот так смотрю и думаю, что это очень полезно будет и вам, и Николаю вот такая встреча. Мои заключения. Кирилл, и говорит проповедь на, как раз на Андрея Крисского. Хорошая проповедь. Он ее произносит, а мы, представим, в Барнауле мы сидим, слушаем, смотрим, как будто бы он рядом с нами. Ну, разве это плохо? Я вижу своего патриарха. У вас еще такой телевизор. Иоанн Богослов, откровение от Богослова, говорит, всякий, кто, не он сказал бы, кто принимает печать и все, но он вперед сказал, всякий, кто поклоняется образу зверя. Что такое образ зверя? Ну, образ зверя, это образ, который будет показан, когда уже зверь придет. Сейчас его не покажут, его нет. Образ зверя, переводим, образ мы знаем, это икона. Это зверя мы знаем. А образ, образ зреческого, это икона, вид, изображение. Что подходит под телевизор? Ну, что, патриарх, разве... Ну, 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 вот из трех одно выбирайте. Ну, что? Вид, икона, изображение. Кто подходит под телевизор? Ну, икона здесь не... Ну, может подходить, изображение. Всякий, кто поклоняется телевизору. Почему телевизору-то? Изображение, телевизор показывает. Телевизор-то не изображение, это через него изображение. Господь показывал ему телевизор, а тогда, 2000 лет назад, он не знал, что это телевизор. Он сказал образ зверя. Ну, у вас какие-то толкования, прям бабка какая-то насеяла вам. Ну, какое толкование-то? Я смотрю на патриарх. Ну, образ зверя, как может толковаться? Ну, что, патриарх зверь, что ли? Ну, что, где он? Что, попало? Ну, патриарх сейчас выступает в храме, говорит проповедь, а я сижу утром, рано дома и слушаю. Почитайте три слова священописания, чем посмотрите бездуховность телевизором. Да, какой телевизор? У меня нет телевизора. Бездуховность, вы смотрите? У меня нет телевизора вообще. Я против телевизора. Вы смотрите, например, вот, например, исхождение огня, да? Нет. Ну, только картинку, изображение, а духовности нет. А когда открываем священописание, три срочки прочитаем, а там дух божий движет, я уже благодать получаю. Ну, патриарх говорит, каким духом он движется, то он говорит, что все правильно. И он в конце его слова, я включил, жена на кухне слушает, у меня друзья все слушают в это время. Мы патриарха раз за другой прослушали, мощно, сильно сказал, по делу сказал. Я буду говорить, что роганьки, ихли, да что попало прямо. Игнатий Николаевич, а вот бывает, Коля, люди инвалиды, больные, сейчас есть такой канал Союз, который идет прямую трансляцию. Они никогда не могут прийти в храм, у них нет возможности, нет там колец. Они смотрят телевизор и смотрят службы, передачи, и пасхальные, и рождественские. Разве это плохо, Коль? Не, ну тут я, конечно, когда они смотрят там эту программу, можно там посмотреть. Но в основном там дальше... Все-таки можно будет когда-то пользоваться. Но она смотрит и дальше, продолжает смотреть. Другой вопрос уже, что будешь, ты трава, что смотреть-то надо. Но лучше привести бабушек, сказать, прочитай три слова вот это вот, если это возможно. Она слепая или неграмотная, ей лучше услышать, если она не видит, или увидит. Она уже не соображает. А так она ведь и служба, и пение услышит, и проповедь. Почему, Коля, нельзя так телевизор? Ну лучше, живое слово услышать. Лучше, но оно же не всегда бывает это лучшее. Надо же из лучшего обязательно. Мне не нравится это все. Ну, один раз сказали даже, что-то... Мы не будем утовлять вас, Игнатий Николаевич. Так, мы сейчас картами займемся здесь. Так, еще, что у вас есть, какой вопрос конкретный? Да, собственно, уже... Просто познакомились, я там книжки, он пусть читает и перемалывает, и все. Вы познакомились, разный у вас круг, и вот и такого надо Колью... Понимаете, вы ходите в церковь, вот вы видите священников, епископов, абсолютно у всех есть интернет. У всех, у всех есть телефон. Он сейчас поработил всех, ну что делать? Ну как это так, из-за того, что телевизор, как он у меня поработил? У меня нет телевизора. Он у меня есть мобильный, но я не разговариваю, что поработил. Теперь покажите, как он... Слуги, им полбороды отрезали, земной Иерусалим не пустил, пока они отрастут в городе. А мы в небесное идем. Во-первых, у вас, например, паспорт есть, и вы сейчас любому менту покажете. А я подбрываюсь, потому что менты на бороды бросаются. Они подходят, у меня паспорта нет. Сейчас заберут, мне в том, пока разберутся, откуда чего... Вы сами себя создали. Нет, не сам себя паспорта нет. Знаете, когда Христос ходил в Иерусалим, он говорит, идите, и там привязаны ослица. Осленок. А на подошли, а на осленке лежат, навешаны банки разные, ящики из-под пива. Нужен такой осленок Христу? Вы себя ввешали такими предрассудками, что Христу негде у вас места. Нет, нет, вы такой осленок, который брыкается, обвешивался банками с предрассудками, разумился. Зачем это нужно? Почему он осленка и ослицу взял? Потому что он на никто не садился, необъезженный Господь. А почему ослицу взял? Почему ослицу взял? Это означает еврейский народ, который уже носил. Это прообраз. А осленок означает необъезженный языческий народ. Спасибо, Господи. Аллилуйя. Ну ладно, все, мы прощаемся, поехали. Так, подождите, Павел Николаевич, насчет чего мы говорили с вами? Пока.